МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте. В студии Алина Волчейская. И вот о чём расскажем сегодня. Ни проехать, ни пройти. Жители микрорайона Мирный продолжают бороться за обустройство нормальной дороги. Проехать уже очень трудно здесь. То есть легковая машина, она застрянет. Пешеходы, они просто идут, карабкаются по дамбе, по пустам. Почему грунтовую дорогу не содержат должным образом? В Нарьинмаре на одном из домашних животных обнаружили кровососущие насекомые. Это очень частое явление, что животные привозят сюда, на север, и к содовых клещей. Как правило, они у нас здесь не живут. Стоит ли опасаться за жизнь питомцев и какие меры профилактики сегодня существуют? Наследие Пустозерска, авакумовые пенышки и создание искусственных гнездовий для орла на Белохвостах. В окрестностях музея-заповедника открыт сезон полевых работ. Это для сирубки, для креста. Это новый сируб. Реставрируют его. Чем еще занимаются участники волонтерского лагеря? Об этом и не только смотрите в ближайшие 20 минут. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора и главного инженера комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию. Об этом сообщает Пресс-служба окружной прокуратуры. По версии следствия, обвиняемые в 2018 году вступили в преступный сговор с целью получения незаконного вознаграждения от предпринимателей округа за возможность приобретения растительного грунта по ценам, ниже установленных учредителем администрации Нарьинмара. Следственным органам доказана вина в совершении пяти эпизодов преступной деятельности при реализации растительного грунта и незаконном получении денежных средств в размере около 1 миллиона рублей. Кроме того, действиями обвиняемых причинен ущерб предприятию на сумму свыше полутора миллионов рублей. Действия бывшего директора и главного инженера комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию классифицированы как получение взятки группа лиц и хищение имущества с использованием служебного положения. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нарьинмарский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение наиболее тяжкого преступления законом предусмотрено наказание до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки. Каждый сезон к нам в редакцию поступают обращения с просьбой помочь жителям микрорайона Мирный. Дело в том, что за все время его существования обустроенной по всем правилам дороги здесь как не было, так и нет до сих пор. Погодные условия севера, то дождь, то снег отражаются на состоянии грунтовки. Путь в поселок с таким мирным названием превращается в настоящий бой за взятие нескольких сотен метров дороги. Каждый год жители поселка Мирный страдают то от непроходимых снежных завалов, то от огромных луж и размытого дорожного полотна. Путь домой превращается в настоящее препятствие. Причина – грунтовая дорога. Председатель ТОСа Мирный Мария Малиновская не раз обращалась с коллективным заявлением соответствующей инстанции принять меры по улучшению состояния грунтовой дороги. Но конкретного ответа так и не получила. Конференцию граждан в апреле мы собирали. На конференции граждан присутствовали жители Мирного и представители администрации. На конференции мы обратились к администрации. Администрация нас услышала. Но пока услышала, обещала принять меры по укреплению дороги, по подсыпке вот этих ям. Мы понимаем, что ямы будут подсыпаны и ликвидированы. То есть, может быть, не будет этих луж. Но здесь необходимо не только подсыпать ямы, но и укрепить дорогу. Потому что ямы ямами, а укрепление дороги, потому что она все равно разбивается. Колейность появляется как и зимой, так и летом. Еще в 2014 году дорогу в Мирный должны были отремонтировать. Но из-за отсутствия средств в дорожной программе ремонт все время переносили на последующие годы. Пока и сама программа не перестала действовать. Однако сейчас ситуация может измениться. В последней сессии в июне нам депутаты выделили, депутаты гражданского собрания согласовали достаточно приличную сумму на материалы. Это плиты, это гравий, песок, иные инертные материалы. Сейчас готовятся торги. Буквально на этой неделе они будут и объявлены. Закончилось было коммерческое предложение, обоснование. Я думаю, что в ближайшие полтора-два месяца материалы будут доставлены сюда. И мы, естественно, не будем ждать чего-то еще. И сразу по приходу материалов силами чистого города дорога будет исправлена. Сейчас содержанием грунтовых дорог в поселке Мирный занимается МБУ «Чистый город». Зимой рабочие чистят проезды, весной занимаются скачкой далых вод, а летом и осенью ровняют дорогу. Но жителей не всегда устраивает периодичность и качество выполняемых работ. Возможно, причина в малой численности рабочих и техники, а может, дело в состоянии самих грунтовых дорог. В данный момент подготавливается аукционная документация для приобретения материалов для обустройства автомобильной дороги по улице Мира. Будем приобретать щебень, геотекстиль, песок дополнительно для подсыпки, где где-то будет необходимо, плиты железопетонные ПДН-14. И думаю, что после завершения работ по обустройству этой автомобильной дороги жалоб будет меньше и содержать эту автомобильную дорогу будет легче. Добавлю, планируемое время начала работ – сентябрь-октябрь 2019 года. Наталья Кислякова, Антон Вдряков, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». С 2019 года упрощен порядок получения социального налогового вычета по расходам на покупку лекарств, сообщает налоговая инспекция Ниньского округа. Ранее для получения вычета лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением правительства России еще в 2001 году. Теперь вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства, которое выписано по рецепту лечащего врача. Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 тысяч рублей. То есть потратить за год можно и больше, но вернут не более 15 600 рублей. При этом в сумму 120 тысяч входят также расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги и другое. Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств можно любым из двух способов. По окончании года подать налоговую декларацию 3 НДФЛ и подтверждающие документы, то есть собирать чеки за лекарства, купленные в этом году, необходимо уже сейчас. До конца года можно получить в налоговом органе уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет и с ним обратиться к своему работодателю. Бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока работник не получит весь вычет. В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы, рецепты и кассовые чеки, подтверждающие оплату. С сегодняшнего дня центральная аптека Нарьинмара возобновила свою работу в обычном режиме после проведенного здесь ремонта. В основном зале и зале, в котором размещаются отделы оптики и льготного отпуска лекарств, сделан капитальный ремонт. А также и установлена новая торговая мебель. Во время проведения ремонтных работ отдел оптики продолжал принимать заказы. Осуществлялся отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам, а режим работы других аптек и аптечных пунктов сети был увеличен. Напомню, центральная аптека относится к государственному учреждению «Ненецкая формация», которая включает в себя три аптеки, два аптечных пункта в Нарьинмаре и в 16 населенных пунктах округа. Ранее мы уже сообщали, что в Нарьинмаре на одной из собак, не покидавшую округ ветеринара, обнаружили опасного кровососа и источника заразных заболеваний для животных, таких как пироплазмоз и болезнь Лайма. Этот случай активно обсуждался в кругу собаководов, однако врачи ветеринарной лечебницы утверждают, что данный эпизод в наших краях единичный и опасаться не стоит. Гораздо более серьезные последствия для домашнего питомца могут вызвать укусы комаров. О том, как защитить своего четвероногого друга от клещей, не только выяснила наша съемочная группа. Мы привыкли к тому, что у нас на севере клещей нет, а это значит, что нашим четвероногим друзьям ничего не угрожает. Впрочем, всерьез понервничать владельцев домашних животных заставила новость о том, что на одной из собак, не покидавших Ненецкий округ, обнаружили эксодового клеща. По словам Анастасии Николаевны, клещей на собаках в Нарьинмаре находили и раньше. Правда, все они выезжали за пределы округа либо контактировали с такими путешественниками. К нам, между прочим, приезжали уже неоднократно те животные, которые плохо обрабатывались. И мы снимали. Обязательно нужно идти к ветеринарному врачу, нужно правильно извлечь этого клеща из тела животного, чтобы не осталось головка и не было лишнего воспаления. Это очень частое явление, что животные привозят сюда, на север эксодовых клещей. Как правило, они у нас здесь не живут. Эти небольшие по своим размерам существа весьма опасны, поскольку являются хранителями и переносчиками возбудителей многих заболеваний. При этом чаще всего от них страдают собаки. Кого чаще кусают? Кошек или собак? Собак чаще, потому что они гуляют у нас на улице, да, и они больше подвержены к заболеванию периплазмоз, который клещ как раз таких судовый переносит. И периплазмоз, как правило, лечится очень трудно, и диагноз должен поставиться в течение первых суток заболевания, потому что потом, в течение трех суток, животное может погибнуть. В современном мире есть много способов, как защитить своего питомца от клещей. Особенно это актуально для тех, кто планирует взять с собой в отпуск домашнее животное. Специально есть различные препараты, которые содержатся в примектины или другие вещества, которые всасываются в кровь животного, капаем это все на холку, всасывается в кровь, и после этого действует это вещество в течение двух недель. Это капли. Есть также таблетки. Данный препарат, который таблетированная форма, попадая в организм, опять же является аккумулятированным средством, свойством, в плане в том, что он накапливается и сохраняется в организме в течение трех месяцев. Попавший клещ на тело животного, выпивая кровь, он получает эту дозу препарата, соответственно, отваливается и погибает. То есть такого поражения здесь у животного не получается. Быть начеку следует и тем владельцам домашних животных, кто покидать округ этим летом не планирует. Доставить вашему питомцу неприятные ощущения могут в том числе комары и мелкий гнус. Наш четвероногий герой породы северо-шотландский корги, домашний его зовут Коржиком, пострадал как раз от комаров. Да так, что пришлось везти в ветеринарную клинику. Добрый доктор обстреку собаки шерсть на месте укусов, поскольку под шерстью зудящая кожа преет. Обработал раны мазью, сделал обезболивающий укол и укол с антибиотиком. Выписал лекарство. Когда у человека ссадина упала, когда покрываются корочки, она начинает что делать? Зудеть. Что делаем? Тоже чешем. Так же и собака. Но собака в условии то, что она не имеет рук, она начинает лизать. А язык-то у неё с чем? Правильно. Шерстью. Чтобы собака не вылизывала раненую поверхность, ветеринарный доктор рекомендовал купить специальный собачий воротник и посоветовал внимательно относиться к своему питомцу. Помнить, что лишняя осторожность никогда не будет лишней. Особенно, когда это касается здоровья тех, кем мы так дорожим. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал Север. Наследие Пустозерска, авакуумовые пёнышки и создание искусственных гнездовий для орла на белохвоста. На территории музея-заповедника в текущем сезоне реализуется сразу несколько проектов. Помогают в этом участники волонтёрского лагеря. За многие годы летние выезды с палатками уже стали доброй традицией, которая продолжается и по сей день. На объекте культурного наследия удалось побывать и нашей съёмочной группе. Прямо сейчас все подробности. В районе Пустозерска в эти дни кипит работа. Мастер Николай Вылко готовит комплектующие для памятного знака. Сирург для креста. Пустозерского креста. Это новый сирург. Реставрируют его. А вакуумовые пёнышки – это один из проектов, реализуемых в этом году на территории музея-заповедника Пустозерск. Помимо изготовления нового основания памятника, работы здесь хватает. Уборка объекта культурного наследия – Пустозерское городище, очистка от мусора и так называемого плавника. В рамках этого проекта мы приводим в экспозиционный вид один из самых почитаемых объектов территории музея-заповедника Пустозерска. Это место, где был казнён протопопа вакуум. В рамках этого проекта делается основание этого памятника, то есть будет приведён ремонт. Ну и, конечно, с привлечением волонтёров. Волонтёры помогают и в обработке этого памятника, и в изготовлении нового основания. Чтобы окунуться в историю и стать причастными к обновлению арт-объектов, многие из добровольцев специально взяли отпуска на работе. Среди волонтёров и Юлия Денисова. В Пустозерске девушка уже во второй раз. Полевые условия и отсутствие цивилизации не в тягость. Главную роль для меня играет команда, ребята, с которыми я уже не первый раз участвую в проектах и организовываю. Поэтому, собственно, я здесь. А вторая причина – мне как-то нравится на природе, нравится тундра. Здесь я больше получаю какого-то эмоционального подъёма, нежели в каких-то других регионах с другой климатической особенностью. За северной романтикой в Пустозерск едут даже из Первопрестольной. Москвичка София Волкова в восторге от арктической природы. Художник-реставратор решила совместить приятное с полезным. Помимо помощи в благоустройстве объекта культурного наследия, девушка пишет картины. Когда закат длится всю ночь, это великолепная возможность для художника запечатлеть такую красоту. Потому что в природе, обычно в нашей средней полосе, закат – это какие-то считанные минуты. Просто когда солнце село, и всё, меняется. А здесь вот это удивительное для художника место, желающего действительно вот так вот понять вот эту вот природу, все краски, как они, уловить их и успеть запечатлеть. Ещё один житель столицы Сергей Делюк в Пустозерск приехал с ответственной миссией. Орнитолог помогает сотрудникам музея-заповедника с установкой искусственных гнездовий для орла на белохвоста. Дело в том, что крупная птица обычно вьёт гнёзда на высоких деревьях или скалах. Но в Ненецком округе нет ни того, ни другого. И для обустройства жилища белохвосты облюбовали геодезические вышки, которые были построены ещё в прошлом веке. Со временем деревянные конструкции обветшали, и теперь существует реальная угроза их обрушения. Когда все эти вышки упадут, то ареал белохвоста сместится на юг примерно на 400. Именно поэтому сотрудники музея-заповедника решили построить искусственные гнездовья. Всего в районе Пустозерска будут установлены три таких конструкции. Помимо всего прочего, активисты в текущем сезоне планируют благоустроить большую пустозерскую тропу и обновить памятники и фигуры. Кроме того, в рамках президентского гранта в начале экологического маршрута появится так называемая входная группа – деревянные ворота в стиле ленд-арт. В августе этого года мы ждем специалистов арт-фестиваля Тайбала, которые и займутся как раз установкой в рамках волонтерского лагеря. То есть еще одна будет смена с 10 по 20 августа. То есть все желающие могут принять участие, обратиться к администрации музея-заповедника и, в общем-то, оказаться в нашем лагере. Стать волонтером и познать прелести палаточной жизни смогут все желающие жители страны. Единственное ограничение – возраст. В ряды добровольцев принимают только тех, кто достиг совершеннолетия. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север», Пустозерск, Ненецкий округ. И в завершении выпуска новости спорта. «Уличные красава» – это не название фильма, а всероссийская акция по футболу для непрофессиональных команд. Общероссийский народный фронт при поддержке Министерства спорта России проведет во всех регионах отборочные матчи, после прохождения которых сильнейшие команды встретятся в финальном этапе в городе Сочи. По итогу двух этапов в Ненецком округе лучшие команды предстанут перед соперниками на межрегиональном уровне. И если удастся вырвать победу, то в октябре 2019 года финалисты встретятся в городе Сочи. «Мы ставим перед собой задачу провести муниципальный и региональный этап и выявить сильнейшие команды. Регистрация пройдет до 1 августа, и те, кто не успели, ребята, зарегистрироваться, у них есть еще время зарегистрироваться и участвовать в этом массовом спортивном мероприятии, и показать себя и свою команду». Принять участие в состязаниях могут непрофессиональные молодежные команды, где возраст участников от 14 до 17 лет. Уже сейчас регистрацию прошли команды из поселков Нельминоз, Красная и Тельвиска, а также столицы Заполярье. «Мы с моими друзьями занимаемся дворовым футболом, ну так, на любителей играем, и решили собрать свою команду и поучаствовать на турнире «Уличный красава», и мы просто хотим поиграть в удовольствие». Напомню, регистрация для участников продлится до 1 августа. До этого времени необходимо зарегистрировать свою команду на сайте «Уличный красава РФ». По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону 2-12-11. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.